здравствуйте товарищи здравствуйте дорогие друзья благодарю вас конечно за то что вы поддерживаете канал за то что вы пишите комментарии реагируете как-то на то что я говорю мне это приятно и мне нравится читать комментарии не со всеми я согласен конечно так же как и вы не 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 согласны со всем тем что говорю я но это нормально это хорошо но новостей хороших у меня нет на сегодня я сегодня как-то даже расстроен почему я объясню потому что я с детства со школьной скамьи до сих пор люблю группу deep apple вот люблю все пластинки у меня есть их ну студийные и главные концертные потому что все собрать пластинки deep apple это я вам скажу задача не самая простая концертные альбомы выходят бесконечно просто за последние два года вышло то ли 4 то ли 6 я не помню таких таких нормальных не не бутлгов а в этих нормальных концертников причем они все двойные так что но и до этого еще там навалом было все но основные все основная пачка у меня есть и слушаю я не могу сказать что часто deep apple ну в общем слушаю с удовольствием в отличие от некоторых групп не буду называть не буду озвучивать название потому что уже люди начинают впадать в бешенство от того что я определенные группы упоминаю беспиетета так вот некоторые группы которые меня стоят с детства по памяти по ностальгии я их не продаю не не отдаю никуда но их не слушаю их немного этих пластинок я не сумасшедший чтобы забивать полки пластинками которые не слушаю просто несколько штучек стоят таких как сувениры а deep apple периодически ставлю на иглу точнее иглу ставлю на пластинки и переслушиваю получаю большое удовольствие но далеко не все и вот переслушал я пластинку burn которую обожают люди это переиздание у меня и без без трепета отношусь к этому альбому и что я могу сказать переслушал и так же как и в детстве он мне не понравился он мне не понравился самого начала как только я его услышал еще еще в школе я учился да и и обожал deep apple просто просто да да безумие да да пота и изо всех мест когда я слушал эту музыку оберн как-то меня вообще же просто разочаровал еще был когда я был еще совсем дитя вот и так получилось что стиль я понял что с тех пор я целиком альбом если слушал то ну раза три-четыре наверное так чтобы от начала до конца песни конечно все на слуху это понятно так что поставите перец от него это нет и сейчас то же самое я вот его переслушал внимательно проанализировал вообще ребята ну просто просто одно расстройство и я расстроился по этому поводу ну что ж такое думал что все таки наверное там что то есть нет ничего там для меня там ничего нет хотя я повторяюсь что это что было дальше это что сейчас происходит у тебя клубами дико нравится дико на лице и ранее и первый состав мне нравится и второй состав и это что было после вот этого вот всего там все отлично тут придраться не к чему вообще все прекрасно сыграно даже не на уровне выше уровня профессионально круто с задором могу сказать кстати что это самая быстрая пластинка типа пол из всех существующих включая современные включая там и средний период она самая быстро ну просто по музыке по потому что играют музыканты очень быстро с дикой скоростью ян пэйс кстати это отмечал говорил что мы решили играть быстро но это такой начала хобби металл я так понимаю вообще этот альбом дэр и пэйс очень смешной говорил да вы нам читали эту фразу что я люблю играть быстро потому что когда играешь быстро и ошибаешься никто этого не замечает большая все очень быстро когда я играешь медленно медленно играть сложнее медленно действительно играть сложнее и на гитаре кстати говоря и на барабанах попробуйте на гитаре медленно играть надо еще постараться чтобы точно все сыграть без метронома заметьте да потому что нормальные музыканты записывают альбомы без метронома без клика так вот очень быстро в каждой песне просто все несется там я не знаю взять you from the one бешеная скорость что там наиграно что там на придумано какие там навороты быстрые фразы такие скоростные под вокалом под медленным вокалом вот это вот все все просто стремительно летит и в сильно пробираны вообще молчу просто это такой реактивный самолет ракета летящая на марс но при всем при том знаете что я скажу что это не дипе пол вообще это вообще другая группа совершенно другая группа которая играет с другим звуком и другую музыку и даже не дело не в том что сменился певец и бас-гитарист который тоже поет не в этом дело отделов музыки в подходе к звуку в подходе к концепции но правда музыканты говорили на на этот счет то что мы не хотели повторяться не хотели выпускать еще один н-рок еще один машин хэт хотели двигаться вперед играть что-то новое это получилось да это принципиально другая история вообще и на дипе пол это не похоже это я повторюсь это другая группа и логично было бы вообще название даже сменить потому что ну настолько мало общего с дипе пол составом марк 2 как принято говорить да я даже не знаю я даже там не нахожу вообще ничего общего честно говоря и blackmore играет по-другому и все играют по-другому им им главная музыка другая и звук другой вот этого плотника зверского жесткого его нету хотя я говорю про машин хэд да там там очень прозрачное звучание но все равно она прозрачная непрозрачная но она состоит из тех составляющих из которых состоит и нрок там и файбл допустим просто немножко они разнесены все 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 кусочки этого пазла музыкального а здесь я не знаю это такой ну да это такой вот зачаточный хэви-метал хард-рок там как угодно можно называть но в принципе они здесь звучат абсолютно как все и вот из этой пластинки по моему как мне кажется если там хронологию немножко подтянуть выросли всякие скорпионс и уфо и разные крокус там и все все прочее 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 все вот в одну дуду вот в эту абсолютно то же самое играется разные песни до разной мелодии разные певцы но все вот вот все вот сюда и ушло своеобразие ушу ушу ушла фишка диперку которая делала их уникальными они были уникальны тот состав там там был там была безбашенность абсолютно как в инроке файбл наглость напор был юмор вспомните лэйзи песню или space tracking как там играет black more как там играет лорд и хитство вот это вот black more sky грязь когда же где-то такая вот которую они пропускали допускали это так было живо так это цепляло и мрак тяжелый наглый в альбоме in rock задавим вас вот слушатели слушайте вот что мы играем все делалось куда-то как и не было просто как и не было и звучит все иначе все не так звучит я не помню с этого слова попсово радийно рассчитано на массы массы это приняли альбом очень популярен всем нравится и музыка в общем беззубая здесь нет провокации которая была в deep apple всегда во всех альбомах до берна нет провокации нет извините за выражение под ебочки под колочки а она есть вот где пепел раздолбайский это смог он да вот там всегда есть такие под к выручки музыкальные но при этом что есть сыграно все блестяще конечно а здесь этого нет здесь чистый лоск чистый лоск и и вот тяжелый рок мы играем как и все остальные за исключением то может быть джидас приз как но я просто их люблю поэтому я их исключаю но там своя фишка там и гитаризм другой и роб хэлфорд конечно там дает как надо очень своеобразная группа конечно ну а что что говорить my just take you life my just take you life кавердейл поет просто как эстрадный певец настоящие он и пытался пытался показать голос свой чтобы понравится blackmore окончательно blackmore он и так в общем был симпатичен потому что он все время старался ему хоть угодить как-то и он здесь дает такие эти вокальные какие-то красивости не нужны они не нужны но в контексте этого альбом и нужны наверное потому что альбом абсолютно коммерческий такой вылизанные вычищены никаких тебя провокации никаких вольности все очень чисто даже blackmore как я говорил уже играет не так как раньше чистенько аккуратненько быстренько где надо где надо медленненько мистрит вообще здесь тоскливейший вариант если взять там made in europe концерт там 10 раз лучше она звучит чем здесь здесь просто умереть уснуть от этой песни но лейда стэй даун вроде вообще все вот придраться не к чему все есть все хорошо все сложно все хотя вот эти сложности очень что касается сложности напихано всего в аранжировки просто все забито сменами темпа сменами там стоп таймами какими-то вот сложными гитарными фразами под вокалом бас играет замечательно и много везде но понимаете для опытного музыканта серьезного каковыми были диппо эти сложности на самом деле никакие не сложности это все сыграть я вас умоляю нормальный музыкант это все берет и играет и окажется что это на ворот и что это все круто сложно тогда не в сложности дело не в сложности кайфа кайф я говорю во внутреннем посыле вот в этой бар за тени пластинки in rock она сразу подкупает она миллионы слушатели сразу прониклись это настоящему вот настоящая музыка а эта музыка такая придуманная написанная когда-то красивенько сделаем так хорошо целый ну ну да там фанковые дела там медленные да все это все по и слава богу что появились потому что если вы еще не и фанка здесь не было не знаю было но это опять таки мое мнение what's going on here ну как красиво все красиво мне очень нравится эй а 200 вот это это ханга замечательная работа с синтезаторами джона лорда чудесно и кстати вот в сей луэй момент который меня цепляет когда начинает играться риф гитарный и за вторым разом когда подключается в унисон синтезатор к гитаре вот раз такая находочка очень здорово ну нет на самом деле я еще раз повторю что придраться не к чему стопроцентный коммерческий продукт очень интересная история с гленом хьюзом которого обманули который не хотел присоединяться где пепл хотя отдавал должное потому что эта группа велика они были уже дико популярны к этому времени 73 74 год были на пике особенно в америке что важно потому что музыкальный рынок америке если если покорить это все ты покорил мир значит глен хьюз как-то сомневался сомневался но блокмар сказал что петь у нас будет пол роджерс глин хьюз обожал пола роджерса и тогда тогда я буду все прекрасно но с роджерсом не сложилось взяли они кавердейла который тут же бросился демонстрировать свои вокальные возможности они у него есть да он такой певец певец такой пият я певец зову себя цветик от меня вам всем приветик да говорят что он там где-то я читал что он хотел человек там спеть на прослушивание музыканты сказали не надо не надо спасибо хорошо и так нормально но он послушный был видимо в ту пору все делал как надо как просят и все и получилось да и получилась пластинка которую я вот переслушиваю и еще 20 лет слушать не буду может быть послушаю еще но тем не менее тем кто любит такой вот коммерческий тяжелый рок а это коммерческий тяжелый рок так как white snake и все вот остальные там которые я перечислил группы это да такой такой тяжелая жесткая поп-музыка такая вот хорошая наверное не знаю дэрн дипяпол но я тебя полюблю и буду дальше про него говорить так что пойду пить пока есть горячая острая соленая кислая и и жирная и вредная самое главное и пить все пока